Мур, привет друзья, с вами Зирько. Вот и заключительная часть топов 10 сезона. Пошла пора поговорить о Саппортах. Их общество весьма немногочислено, да еще и Эстес в настоящее время не играбелен. Сейчас расскажу почему. Ранее, как только его ввели, не было предметов антихилов, и Эстес люто имбовал. Но как только ввели эти предметы, а я напомню, что они срезают 50% исцеления, Эстес стал якорем. Поскольку кроме как лечить, он ничего не может. Его можно брать, если вы играете против полных нубов, и у вас специфический вкус. Если у противника есть хоть чуть-чуть опыта и мозгов, два дамагера берут антихил, и Эстес не ощущаются от слова совсем. Поэтому его нет в топе. Теперь о тех, кто есть. Лидирует по проценту побед Дигги. Хоть он не очень популярен, это очень сильный персонаж поддержки. Первый навык позволяет проверять кусты, замедлять противника и наносить массовый урон. В принципе, не слабый. Второй навык позволяет задерживать противника на месте в определенной территории. И это хороший контроль. Если с Дигги в команде дамагеры с мозгами, они отслеживают его действия и не забудут вкинуть урон на контроль Дигги. Ну и ульта, которая спасет множество рас союзников как от урона, так и от контроля. А если вы смотрите выпуски, то знаете, в мете сейчас массовый урон и массовый контроль. Ну и пассивка. Это же неуязвимый разведчик. Но многие ей не пользуются, а тупо где-то бегают по собственным лесам. Из навыков видно, что Дигги весьма полезный персонаж, но очень требовательный к навыкам игрока, поэтому не столь популярен, как следующий топовец. Ангела. Я весьма часто в рейтинге баню Ангелу, поскольку она ультой неимоверно усиливает союзника. В чем же проблема? Вот играю я магом, к примеру, и на меня бежит убийца или воец под Ангелой. Я кидаю в стан и оглушаю противника, а Ангела, сидящая на нем, по-прежнему мне навешивает замедление и стан второго навыка. Шанс уйти очень мал. Скилловый Хелкард под Ангелой настоящее проклятие для свилков и магов. А уж Леоморд. Кроме того, у Ангелы высокий стартовый урон, поэтому если на линии с ней происходит первое убийство, я совсем не удивлен. Первый навык дает очень продолжительное замедление, которое проходит медленно, а навешивается на всех, кто попал под волну. Второй навык с рутом. Также неимоверно бесит. Вы и так замедлены, а сверху еще рут накидывают. Рут это когда двигаться и использовать навыки с передвижением вы не можете, а отбиваться можете. Из управления Ангелой к игроку требовательно только ульта. И то, игрок просто должен сообразить, когда и на кого направить свою ульту, чтобы спасти или усилить союзника. Ангела это одновременно и опасный, и простой персонаж. Кайе. Этот персонаж в топе неожиданно для игроков стран СНГ. Но уверенно используется в матчах Евро и Азия серверов. Особенно в боях последних. И вот почему. Кайе очень требовательен к управлению и смекалке. Игроку приходится точно рассчитывать путь Кайе при использовании навыка. Чтобы повесить щиты на союзниках и нанести урон противнику. Точно выбирать противника с помощью иконок рядом с управлением. Потом схватить врага и оттащить к своим. А вот по соло цели срабатывает огромный урон от первого навыка. Как инициатор Кайе восхитителен. Но кто у нас любит сложного героя по поддержке? А вот азиатам норм. Нана. Эта малышка появляется в топах от случая к случаю. Сразу скажу. Билд на АДК был актуален до реворка. И когда у Наны была очень быстрая перезарядка второго навыка и ульты. С помощью навыков она с руки перестреливала стрелков. После того как кд увеличили, собирать нано стрелка стала мобитон. А сейчас так вообще глупо. Нано это поддержка дизейбер. Первый навык замедляет, второй навык отключает и ульта. Но ульту ослабили, нет гранта оглушения. Зато неплохой урон при удачном попадании и массовый стан. Остается последнее место топа. И это не Рафа. По статистике и по моему опыту мало кто может реализовать Рафу. Я встречал таких людей один или два раза. Чтобы человек идеально ускорял и никогда не промахивался станом. Поэтому я вставлю сюда персонажа, который своими навыками напоминает поддержку. Это Белерик. Почему же поддержка? Поскольку в игре считаются поддержкой те, кто помогает союзникам, бафам или дебафам по противнику, Белерик полностью подходит. Тем более от метового танка его отделяет отсутствие массового контроля. Взглянем на ульту. Она повышает защиту Белерику, но он начинает получать часть чистым уроном от урона принятым союзниками в радиусе действия. Поэтому ульту надо включать почти сразу, а не когда союзники уже полумертвые. Отхил от ульты лишь приятный бонус. Это по сути баф союзников на хп. Дебаф противников это наша пассивка. Благодаря тому, что это магическая атака и ее можно по-разному усиливать. Весить антихил или посох пламени. Второй навык это хороший рут соло цели. Помогает против клаудов всяких, лишь бы ему не дали сильно расформиться. А вот первый навык больше используется как прицел для пассивки, чем для реальной пользы по типу замедления. Поскольку летит медленно, попасть довольно сложно. Итак топ 5 поддержки завершен, как и серия топов. Обсуждайте видео в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. И конечно обменивайте клешни на лапки. Всем пока!